Всем привет! Для вашего внимания свежеиспеченный разбор оперативника Тубарау. Из слета хочется отметить, что оперативник вышел на тестовый сервер сильно забагованным. Я не знаю, успеют ли разработчики пофиксить то, что происходит на ТТС и как они изменят нового персонажа, но в любом случае позже я вам про это расскажу. Ну а пока что начнем со снов. Это оперативник с защитой, хотя меня до сих пор не покидает ощущение, что он атакующий. То ли из-за того, что у него один из ганов ДМР Маврика, то ли из-за того, что он смахивает на атакующего визуально, если быть точнее на элитку для Эйса. На момент записи этого видео Тубарау имеет две единицы брони и две скорости. В арсенале основного слота у него AR-15 и MPX. В альтернативе пистолет P226 из доп гаджетов C4 и Proximity Alarm. Он представляет Португалию и зачислен в отряд Вульфгард, а новый гаджет оперативника называется Зотто. Это специальный баллон, всего у него их четыре, каждый из которых активируется броском и прилипает к любой поверхности, причем мгновенно. После активации баллона все, что находилось в зоне действия, замерзает на небольшой промежуток времени. Важно понимать, что область действия гаджета не плоская, она скорее сферическая и зачастую под воздействие баллона попадает то, что на первый взгляд не могло попасть. Итак, после развертывания гаджета внутри этой сферы замерзают все радиоуправляемые и электронные гаджеты, как атаки, так и защиты. Камеры Маэстро, Сифор, Термит Чардж, Спиннеры Хибаны, Бульдозер Браво и так далее. Сам гаджет можно уничтожить либо выстрелом, либо взрывом от эпакта или гранаты. Помимо этого, все оперативники, попавшие под действие гаджета, начинают замерзать. У них появляется специальный эффект на экране обморожения. Со стороны визуально оперативник покрывается льдом, преимущественно ноги и оружие. Атакующих начинает трясти от холода, и они издают звуки, а лед под ногами трескается. И скорость атакующих снижается. В то время как защитники, попавшие под этот эффект, получают все те же самые дебафы, кроме ограничения в скорости. То есть они могут спринтить, и их не трясет. Еще одним из эффектов гаджета то, что попавший в зону оперативник начинает оставлять следы. Они не очень длинно стелятся, не как от силка Фрост, но все же. Причем это происходит даже через вертикалку. Не важно, пробиваемый пол над вами или нет, следы будут оставаться всегда, указывая направление, в которое пошел оперативник. Проблема в том, что взорвать сифором такую жертву не получится, так как он просто-напросто замерзнет. А вот бросить рядом по направлению, если угадаете траекторию, запросто. Теперь более подробно. К примеру, если случайно заморозить камеру Маэстро, то она не просто будет неактивна, а еще и приоткроет шторки, как от эмигранат. Если ваш дрон будет находиться в зоне заморозки, то вы временно не сможете им пользоваться. Если ваш дрон находится где угодно, но вы находитесь в зоне заморозки, то вы тоже не сможете его использовать. То же самое касается и камер защитников. Такие оперативники, как Финка, Солис, Варден, Блиц и многие другие, не могут использовать свои устройства под эффектом холода. И даже если вы зайдете с уже активированным устройством в радиус обморожения, ваши гаджеты незамедлительно прекратят свою работу. Единственное, что вы можете это использовать баф Финке заранее. Буст ХП не спадет, но скорость движений и остальные дебафы вы все равно будете на себе испытывать. Девайсы с огнем, будь это канистры Гоя или стрелы Капитау, никак не влияют на заморозку. Более того, если выстрелить стрелой прям в лед, то огонь не разгорится. Это можно реализовать только если вы выстрелите в потолок или в верхнюю часть стены. Перейдем к прикольным фичам. Баллон Зота контрит Докаби как джаммер. После звонка можно кинуть канистру под себя и звонок прекратится моментально. Либо если вы уже стояли под заморозкой на момент звонка, то его просто-напросто не произойдет. Глаз теряет эффект тепловизора, когда находится под действием. Прицелы покрываются коркой льда, а на некоторых из них пропадает прицельная сетка, как под эффектом Эмми. Более того, тепловизор не подсвечивает защитников, которые находятся в зоне действия обморожения. Ну что как бы логично, типа реализм вся фигня. Также если, к примеру, играть на Тубарао как на Роумере, то можно спокойно замораживать Клейморы или Арджап Номад. И у вас будет предостаточное окно, чтобы пробегать радиус действия этих гаджетов. Дальше очень важная часть. Это баги и пропил. У нас были большие проблемы с этим оперативником. В рандомном порядке эффект обморожения не спадал с оперативников как атаки, так и защиты. Примерно это случилось у нас три раза на разных оперативников за 30-40 использований гаджета, пока мы тестили. В чем суть? Гаджет заканчивает свое действие, но эффект с оперативника не сходит. Атакующий не может спринтить, медленнее ходит, бесконечно оставляет за собой следы. Может ползать без анимации и самое что интересное беззвучно. У защитников все то же самое, только они хотя бы могут бегать, так как изначально имеют иммунитет к замедлению. У атакующих же при таком баге беда до конца раунда или смерти. Очень неприятная ситуация и главное, что ничего не помогает. Ни заход в дрона, ни установка плента, ни повторное попадание под эффект зотоканистры и даже инжур не спасают. Насчет бричей. Тут вообще жесткая путаница произошла на стриме. Я даже не знаю, какая здесь логика и как это объяснять вам на словах. И еще больше я не уверен, что это выйдет на лайф в таком состоянии. Пристегивайте ремни, мы отправляемся в чудеса на виражах и рай для тавтологии. Если на стене стоит УПТ и Тэтчер отключил его своим Эмми, а термит поставил свой брич, не успев нажать на активацию и Табарао его сразу заморозил, бросив канистру прямо на стену, то термит сможет активировать свой брич уже без помощи Тэтчера после того, как спадет заморозка. А УПТ, который был установлен, хоть и будет показывать эффект действующего тока, все равно не уничтожит заряд термита. Если сделать все то же самое, но заморозить брич уже после активации и поменять при этом УПТ или поставить новый, то Ток все равно не будет уничтожать его, хотя эффект на стене присутствует. Едем дальше. Если на стене стоит УПТ и Тэтчер отключает его своим Эмми, а Эйс раскидывает свои Сельмы и Табарао бросит свой баллон прямо на стены, то после спадения и эффекта обморожения УПТ сломаются взрывной волной от Сельмы Эйса. Если же мы делаем все то же самое, только с Каидом, причем независимо от того, где будет прикреплена сама Артила, на потолке, на полу или непосредственно на стене, Тортила успеет с баговной анимацией уничтожить любой из девайсов бричера. Хибана работает по тому же принципу, только если вы бросаете заморозку так, что УПТ замораживаются вместе со спиннерами, то они перестают работать и при разморозке она успеет пропилить с отратительным неприятным багованным звуком. Если же вы бросите баллон куда-то выше, так, чтобы УПТ не попали под действие заморозки, то они успеют затрикать Икскайросы. Блять, углов тут тоже, конечно, хватает, блин. Вот я... Сколько? Два часа по этой карте бегу, я вообще ничего не запомнил. Абсолютно. Слушай, звук, слушай, друг, пари, пари, звук, слушай звук. А у меня звук вообще нет. Сломала. Анахибана затрикала. Да, да. Еще раз сделай. Да. Я, кажется, понял почему. Он не включил даже. А, ты не успел включить? Угу. Еще раз. Только в... Они висят, кстати, они висят сейчас. Да, стой. Да, они не сломаны. Ну, ну, ток уже сломался. УПТ сломались. УПТ сломались. Списи с ними, пожалуйста, УПТ. Поставь заново. Сломали. Сломали. Если сейчас хибана пропелится, значит я понял, в чем проблема. Слушай, слушай. Слушай, пари. Он прям в упоре стоит. В общем, если все это объединить, то думаю, что в итоге это будет работать так. С ртилой пофигу куда бросать, а с УПТ бандита нужно кидать так, чтобы заморозка не шла дальше укреплением по полу. С мьютом тоже работает интересно. Если вы установили, допустим, пробивной термита на стену под мьютом, потом его отключили эмиками и заморозили баллоном, то после разморозки вы не сможете его снять, а у термита пропадает анимация повторной активации пробивного. Он сможет только установить новый, но если кинуть еще одну эмми или уничтожить джаммер, то пробивной взорвется мгновенно, так как его анимация уже прошла еще до заморозки. В общем, как-то так косо, криво это все пока что работает на ДТС. Сам эффект обморожения выглядит очень клево, особенно когда оружие в руках покрывается коркой льда. Но я больше всего переживаю за то, что баг с эффектом к релизу хрен починят. Ну а вы что думаете про нового оперативника? Пишите в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. У нас впереди еще разбор новой карты. Так что скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok